Всем привет дорогие ножеманы! Герой сегодняшнего обзора нож от компании Бекер Магнум от Бекер который называется Бекер Магнум Оркус. Индекс у него 0.1СЦ27ОН. Поставляется ножик вот в такой вот интересной металлической коробочке вместе с инструкцией которая в общем-то ничего не скажет начинающему и продолжающему наверное ножеману прилагался вот такой вот ключик. Ну вот здесь кстати написано для чего он нужен для демонтажа шпенька да и в общем-то для регулировки осевого и разбора ножа. Это у нас видимо гарантия я так подозреваю ограниченная гарантия которая идет до гарантийный листочек. Вот такой вот ключик поставляется вместе с ножиком с одной стороны у него торкс поменьше с другой побольше. Маленький нужен для того чтобы разбирать плашки большой для осевого и для шпеньков. Вот так вот выглядит необычно довольно необычно сам ножик. Надо сказать что он ну позиционируется да и вообще все ножи Бекер Магнум довольно недорогие а поэтому они иногда страдают качеством сборки и качеством подгонки. С качеством страдает подгонки несколько этот ножик. Ну давайте об этом попозже сейчас о самом ноже и его тактико-технических характеристиках. 142 грамма это вес этого ножа. Общая длина 198 миллиметров это мною намеренная. Вообще 20 сантиметров указано на официальном сайте. 85 миллиметров длина клинка. 2,8 миллиметров толщина клинка. Надо сказать наверное сначала о внешнем оформлении которое заслуживает внимания. Вот так вот выполнен довольно необычно. И оригинально плашки этого ножа. Как вы видите здесь много тетей и дядь которые за плохое поведение стали живыми мертвецами. И вот увековечились на плашках этого ножа. Неизвестно из чего сделаны плашки. По моему мнению это либо алюминий либо какой-то пластик. Хотя на официальном сайте указано сталь. Ну на официальном вообще написано Eversteel. Не знаю как это расшифровать. Переводчик мне перевел Eversteel. Две плашки с каждой стороны крепятся к лайнерам. И собственно скрепляются между собой с помощью стальных бонок. Бонки и лайнеры. Попробую сейчас сфокусироваться. Показать. Выкрашено все в черный цвет. Нет у ножа темлячного отверстия. Но вместо темлячного отверстия, так сказать, для крепления темлячка можно использовать вот эту вот боночку. Не должен доставать до нее клинок и разрезать нам темлячок. Раз, два, три боночки. Осевой винт. Вот это у нас стопорная бонка. В общем-то вот и вся конструкция этого ножа. Неплохо, как вы видите, обработаны сами лайнеры. Хорошо, сами лайнеры, простите, накладки. Хорошо они подогнаны к лайнерам. В этом отношении все вроде неплохо. Вот так стоит клиночек у ножа. По центру можно сказать. Имеется клипса на ноже для крепления. Вот такая она длинная, как вы видите, глубокая посадки. Клипса очень мягкая. Никаких проблем с креплением ножа с посадкой на карман и с последующим снятием она не доставляет. Выкрашенная в черный, ну, как вы видите, выкрашена она в черный цвет. Это просто такое лакокрасочное покрытие. Ну, при открытии ножа вот так фиксируется клинок вот таким вот лайнером с насечками. Ну, лайнер, надо сказать, заходит сразу на середину пяты клинка. Вы скажете, какие проблемы нашел я с подгонкой. Ну, дело в том, что этот нож вроде бы как позиционируется как флипер. Да, флипер с дополнительной возможностью открывания за шпеньки. Но дело в том, что флипером он является весьма и весьма, я хочу вам сказать, посредственным. Ну, вот так вот выбрасывается заплавничок клинок у ножа. Собственно говоря, из-за шпеньки-то без инерционного взмаха к кистью открыть этот нож невозможно. Ну, вот это единственный минус, который существенный. Я нашел у этого ножа. Скольжение в осевом узле обеспечивается двумя второпластовыми шайбами, если это можно, конечно, назвать скольжением. Я попытался немножко порегулировать осевой винт. Хорошо начинает клинок ходить, но в этом случае он вот так практически касается вот этой плашки ножа, плашки рукояти. Поэтому, мне кажется, единственный выход это переборка, смазка и проверка плашек стальных лайнеров, вернее рукояти, проверка на прямоту. Мне кажется, если немножко поиграться лайнерами, то плашками, лайнерами, то все встанет на свои места. Как видите, шпенек у ножа, вот такой вот толстенький шпенечек демонтируется. То есть, это все дело можно открутить. Это показано и на инструкции, и пользоваться без шпенька. Но тогда надо решить все-таки эту проблему с открыванием с помощью плавника флипера. Вот такой вот клиночек у нас предстает после открывания. Что сказать по его обработке? Клиночек толщиной у нас 2,8 мм. По обработке, мне кажется, он чем-то выкрашен. Это не дроби-струйная обработка. Видно вот риски, которые остались после того, как делали спуски. И вот такого матового цвета, серого цвета, угольная обработка, как там было написано, уж не знаю. Ну, угольная, мне кажется, это цвет. На самом деле, тут его просто взяли и выкрасили. И комбинированный, как вы видите, клинок. Полусеррейтор, полуплейн. Плейновая часть сведена в 0,6 мм. Серрейторную я мерить не стал. Если говорить об эргономике этого ножа, ну, все довольно неплохо. Лежит он в руке, клипса не мешается. Хорошо, вот таким хватом просто замечательно он ложится в мою руку. Можно вот так как-то захватить его для какого-то агрессивного реза, например, не знаю, толстого каната или строгания. Вот этой, конечно, частью тут только удастся построгать. Ну, мне он, честно сказать, напомнил, я был поклонником когда-то такой древней старой игры. Называлась она Blade of Darkness. Если кто играл, кто помнит, там вот в таком вот стиле были всякие ножики, кортики и оружие. Если говорить о практическом назначении, ну, не знаю, насколько этот нож будет практичен в обычной жизни. Где-то, может быть, в туристических вылазках. Он себя покажет, может быть, неплохо. Там, где канаты всякие резать надо будет. Не знаю, палатки вскрывать, слабое звено срезать. Очень маленькая, на мой взгляд, у него режущая плейновая часть. Ну, тут даже, не знаю, колбасу-то не отрежешь. Более-менее нормально. Кстати, остались клинок выполнены из стали. Вот 440-й сталь. Но надо сказать, что хозяин, будущий хозяин этого ножа, для которого он пришел, основная его деятельность связана с торговлей. Он торгует у нас разными там хозяйственными причиндалами. Поэтому в его обязанность, ну, в его функционал, как говорится, входит вскрытие всяких упаковок, разрезание бечевок, веревок, вскрытие всяких банок, коробок и прочего, и прочего добра. Перерезание пластиковых хомутов и так далее. Поэтому, я думаю, этот нож вполне себе будет с этим делом справляться. Более того, он будет не только справляться, но и доставлять какое-то эстетическое наслаждение, наверное, своему хозяину от внешнего вида, ну, и производить впечатление на клиентов, покупателей и коллег. То есть, в общем-то, разрезая веревки, хозяин этого ножа может, наверное, с гордостью утверждать, что такой, как говорилось в известном фильме, только и у меня, и у Майкла Джексона. Тем более, что на официальном сайте этот нож уже снят с продажи. Ну, вот такой вот интересный ножик побывал сегодня в нашем обзоре. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.